Внутри нас живут миллиарды невидимых существ. Это вредные и полезные микроорганизмы, количество которых зависит от того, как мы относимся к своему здоровью. Часто врачи назначают взрослым и детям лакто- и бифидобактерии, но лучше получать их из обычной пищи. Обогатим свой организм пробиотиками с помощью правильных продуктов. Пробиотики – это та микрофлора, которая необходима для существования нашего организма, и поэтому, конечно же, их адекватное количество – это все, что необходимо для здорового, качественного функционирования кишечника и переваривания пищи. Кефир, творог или мягкие сыры – вся кисломолочка без добавления сахара и со сроком годности не более 7 дней содержит полезные бактерии. Предпочитаете блюда поострее? Познакомьтесь с корейской кухней. Попробуйте кимчи. Блюдо из ферментированных овощей тоже поможет формированию правильной микрофлоры. Также к пробиотикам относится такой вот редкий японский продукт, как суп-мисо, который содержит ферментированный соевый сыр и водоросли. К этим же продуктам относится также достаточно редкий продукт из ферментированного сыра тофу – темпе. Блюда русской кухни тоже помогают здоровью. Соленые грибочки и огурчики подадим на обед. Ну а королева нашего стола – квашеная капуста. Рецепт классический. Мы добавляем только соль, специи и выдерживаем несколько дней, когда уже происходит весь процесс ферментации. Мы не добавляем ни уксус, ни масла. Мы добавляем только соль и натуральные специи. Мы выдерживаем 5-6 дней, но если говорить о производственных процессах на заводах, я знаю, что выдерживают 8 дней, на 8-й день расфасовывают в тару. Квашеная капуста, богатая полезными бактериями, не должна хрустеть на зубах. Совет любителям жирного жареного мяса – ешьте капустку как гарнир. Она поможет нейтрализовать вредность тяжелого блюда, как раз с помощью пробиотиков. А еще можете запить все квасом, но только настоящим. Он тоже просто кладезь лакто- и бифидобактерий. И не забывайте о том, что эти микроорганизмы тоже нуждаются в пище. Необходим баланс между пробиотиками, то есть полезными бактериями, и пребиотиками. Это теми продуктами, которые являются пищей для этих полезных бактерий. Это питание для этих бактерий. Поэтому обязательно пищевой рацион должен содержать продукты пребиотического действия. Полезные бактерии будут защищать организм, если подкармливать их яблоками, свеклой. Корень топинамбура, лук и чеснок тоже будут кстати. Правильной микрофлоре полезно какао, а потому замените им утренний кофе. И, конечно же, поменьше сладкого, ведь именно с сахаром питаются вредные патогенные бактерии.